При каких натуральных n число, записанное n единицами подряд, делится на 999999 делится на 9,9 и делится на 11,11. На самом деле, конечно, здесь можно было написать еще много других вариантов. Сейчас увидите фактически о чем-то задачи. Смотрите, возьмем эту цифру из единицы и просто-напросто умножим его на 9. В таком случае единицы исчезнут, и у нас здесь возникнет, правда, еще будет умножить на 9. Теперь разбираемся, собственно говоря, в другой задаче будет 9 умножить на 9,9 и еще в одной задаче будет 9 умножить на 11,11. Таким образом, фактически, нас просит разобраться с функцией l от вот этих вот трех чисел. Ну, давайте разбираться. Когда у нас есть длинный-длинный-длинный-длинный забор, ну, кстати, 10, даже не обязательно было. Можно было бы набрать 12 в девятку и делить забор с единицей на забор с единицей, хотя забор с девяткой у нас забор с девяткой точно так же, то в результате деления вот этого числа на вот это, без вот этой девятки, у нас получается абсолютно понятная штука. Единица много нулей, единица, нулей, единица и так далее. И этих самых единиц будет n разделить на 9 штука. И задача сводится вот к чему. Число, в котором n разделить на 9 единиц, ну, или еще эти, при каких n делится на 9? Это в точности признак делимости на 9. Мы узнаем. Если сумма цифры делится, то число делится и наоборот. Значит, n разделиться на 9 должно делиться на 9, то есть n должно делиться на 81. Там такой ответ и был написан. Отлично. Первый пункт мы сделали. Теперь мы должны вычислить функцию l от числа 9 в десяток. Ну, вообще-то это то же самое, что l от 3 в 20, а это l от 3 в степени 2 плюс 18. А мы только что доказали теорему, по которой это 3 в 18 степени, ну, то есть, если угодно, 9 в 9, и именно такое число написано. Вот видите. Отлично. Второй пункт тоже сделали. Третий пункт. Ну, смотрите. Девятка нам здесь неинтересна, потому что такое число на 9 всегда делится. Поэтому, фактически, нас просят найти l от числа 11 в 11. Мы прекрасно понимаем, что 11 является делителем числа 10 в квадрате минус 1. Причем, 10 в квадрате минус 1 делится на 11 и не делится на 11 в квадрате. Значит, это будет l от 11 умножить на 11 в десяток. То есть, 2 умножить на 11 в десяток степени, как там и написано. Для любой степени простого числа можно соответствующую задачу решить, ровно по той теории, как писано. Спасибо. Спасибо.